Вчера спасатели разрешили некоторым ученым на несколько минут зайти в здание, чтобы спасти хоть какие-то вещи. Сегодня же научных сотрудников пускать отказались. Не пускают. Вчера немножко пустили, там кое-что забрали, компьютеры, печати. Все же осталось. Стоит полиция, они пускают нас в здание. Нам не объясняют, рассказывают, что у нас все затоплено. Я говорила уже с многими людьми, люди были на пятом этаже. Там все сухо, с нашей стороны не лили. Ирина Микробиолог, сотрудница физико-химического института имени Богацкого. Своему делу женщина отдала более двух десятков лет. Она и другие ученые боятся потерять ценные наработки. Им необходимо забрать уцелевшее оборудование и материалы исследований. У нас полностью все остановилось, полностью остановилась деятельность. Множество людей сейчас окажутся на улице. Научный институт, часть института биологии Южных морей пострадала, но есть часть, которая еще не пострадала. И если это законсервировать сейчас, то оно все пострадает. Александра – директор медицинского центра, который располагается на первом этаже сгоревшего здания. В медучреждении не уцелело практически ничего. Сотрудникам нужно вынести дорогостоящее оборудование, но они не могут попасть вовнутрь. Полиция перегородила вход в помещение. Документы все, аппарат лизи ценный, новая установка стоматологическая, то есть оборудование все медицинское, занято водой. Помещение биологов, химиков и археологов, которые находятся на пятом этаже здания, полностью уничтожено огнем. Фламя распространилось там по крыше. Биологи недосчитались некоторых коллег, но не перестают верить в лучшее. Нарина Щеглова, Юлия Польнова, телеканал «Репортер». Репортер». Репортер.